Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если мы прислушиваемся к этим советам и исполняем Что-то в этом мире Бог советует нам приобретать Что-то хранить А чего-то следует отказаться, что-то избегать Так, да? То есть вот эти пункты запомнить Приобретать, хранить, отказываться от отрекаться, избегать И в первую очередь, конечно, остановимся на многих предостережениях О которых происходит нам в Библии Первое Остановимся на этом Отдали от себя заклятое Отдали от себя заклятое И текст будет из Иисуса Навина Вот, седьмая глава Бог говорит Моисею и народу Божьему Встань, освети народ и скажи Осветитесь к утру Ибо так говорит Господь Бог Израиль Заклятое среди тебя, Израиль Посему ты не можешь устоять пред врагами твоими Доколе не отдалишь от себя Заклятое То есть выбросите Выгоните зло среди себя Сгоните Что такое заглятое Это запрещенное И оно оказалось Запретное Оно оказалось причиной Одного из непонятных поражений Израиля Немного логичных Когда они входили в землю Битавана То есть ничего не предвещало Они даже так и отнеслись к этому Гаю Взяли Ерехон Так легко и просто А тут какое-то там городишко Заклятое И вдруг три раза они Черпят поражение И пока они не избавились От заклятое Успех отвернулся Так что же есть такое Что есть с заклятое Это то, что отвергает И запрещает Бог Что умерлость в глазах Это любой грех Путь то воровство Убийство Обман Оккультизм Злость Непрощение Ну и тому подобное То есть весь перечень дел плоти Из пятой главы Агалата В этом греховном мире Люди Дабы оправдать свои действия Мы все равно любим Мы же умные Дабы оправдать свои действия Говорят обычно так Цель оправдывает Светство Так Так Или же Деньги не пахнут Для кого-то Может быть и не пахнут Может это и так Но для человека Который Желает жить По воле Божьей Желает Убеждать И получать Его благословение Неправедные Деньги Очень даже пахнут Пахнут Дурно Но если кто-то упрям В своих Греховных действиях То расплата Рано или поздно Но все равно Примет Чаще И примеров там Много И вот В данном случае Это грех Ахана Кто может быть Не читал И не знает Я расскажу Об этом Это при взятии Иерихона Этот город Когда мы вошли Иерихон Бог сказал Уничтожить все Ничего не брать Все До мелочи И вдруг Этот Ахан Увидел Дорогие одежды Золото Драценные камни Ну взял себе Немножко Он что Добро пропадать Ну на всякий случай Все равно Навоевой Морел И Вот из-за этого греха Что он взял И затарил Вначале Бог спросил Грех Надо Бесповедовать Да И когда Он так и не показывал Когда стали Подводить По коленам По родам По семьям Благое Бог Казал И что Что случилось За то Что весь народ Пострадал И сказал Иисус За то Что ты Навел На нас Беду Господь На тебя Наводит Беду День сей И побили Его все За людяне Камнями Сажали их огнем И наметали На них Камень Потому что Они До сей По сей день Взять Россию В 90-е годы Наши Разводы Бандитизма Криминала Много ли Из тех людей Которые Занимались Этим Убийством И грабежами Разбоем Остались Живы Единицы Дойти Находятся Либо В заключении Либо Инвалиды Либо Банкроты Либо Самый Задавный Мет Я хочу Чтобы вы Поняли Что у Бога Никакое Действие Не проходит Незалечено И за Каждое Глядет Заслуженное Воздаяние Выход Выход Есть Только Полное Отречение И Раскаяние Может Помочь Человеку И Изменить Его Жизнь Куча Это же Можно Сказать Это Моего Закляну Это Можно Сказать Допустим Об Окультизме И Я Вам Расскажу Один Случай Один Наобращенный Братик Ну Тот Обратился Стал Жаловаться Через Какое То Время Что Не Видит В Своей Жизни Никаких Благословений Ну Ничего Как бы Не Менять И Его Как-то Посетили Братья И Сестры Церкви И Увидели Дома Вся Окульт Литературы Всякие Амулеты И Так Далее И Далее Раньше Он Усиленно Этим Занимался И Как-то Осталось Ну И Конечно Естественно Спросили Что Что Ты Собирается С С Этим Дел Это Ж Мерзость Ну Конечно Надо Избавиться Ну И Решили Жить Скорее всего Вспомнили Наверное Деяние И Занимавшись Чередейством Довольно Вдруге Собрав Книги Вот Эти Свои Амулеты Зажит И Сложили Цены И Оказалось Их На 50 Тысяч Драв То Есть Избавляться Надо От Нашли Подходящее Место Собрали Стали Поджигать Но К сожалению Ничего Ничего Не Сгорали Даже Полили Бензинчиком Но Это Не Помогает Что Тлень Дымит И Только Когда Брат Отрекся Когда Помолились Попросили Господа Все Сгорело Ярким Планом И После Этого Только После Этого Жизнь Этого Человека Этого Брата Изменилась Кардинально Бог Обильно Его Благословил Так Что Все Заглятое Дорогие Это Как Грязь Очиститься От Которая Бывает Очень Непросто Только Полное Отличение Еще Раз Указываю На Этот Выход И Покаяние Может Помочь Честно Посмотреть На себя Честно Признать Те Грехи Которые Были И Исповедовать Но проблема В том Что Не все Люди Понимают Серьезность Божьих Советов Запретов Повелений И Порой Сатана Входит В жизнь Чем Чем Обман Лукав Путем Через Безвыходные Ситуации Это Часто Так Человек Мало Знает Бога Он Не Доверяет Ему Он Не Обращается От Нему Как Спасителя Помощника И Ищет Естественно Выход Через Суеверие Всевозможные Через Простое Любопытство И Примеры Тому Гадания Ворожба Нетрадиционные Методы Лечения Бабушкам Дедушкам Всяким Заклинателям Экстрасенсам И Вы Знаете Важно Не Поддаваться Соблазнам Уговорам Житейскому Опыту Или Логике Мол Знаете Часто Это Заживание Но Я Это Делаю И Результаты Есть Обратилась К Бабульке Какой-то Она Яйца Выкатала Раз И Вот Забеременела А до этого Не беременела Ну что будет потом Люди Не соображают Да Результат Есть Сатана Может Дать вам Результат Как я Программу Я запомнил На всю жизнь Просто Попалась Как-то Принцип Домино Когда Просто Я Врезалась В память Я остановился На этот момент И как раз Слушал Это были встречи С экзасенсами С этими всякими Колдунами Там и подобное Вот И Ведущей Две девушки Была Одна такая Метиска Русская 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 Вот Давай Спросили у православного Священника А вы Вообще Стали бы Обращаться С экзасенсом Чтобы Исцелить Свою Плодь Священника Не пользуйся этим Не делай Этого Это вера Всякую нечистоту О которой Предупреждают Библия Нужно от себя Отдалять Отторгать А если этого Не делать То это же нечистота Но уже в виде Проклятия Может Проникнуть В вашу Жизнь И от этого Избавиться Будет намного Намного Сморее Это как Хроническая Болезнь Которая Проявляется В виде Уже Постоянных Недугов Болезней Неудач Несчастья И так далее Это как Постоянство И в этих Случаях Доктор Опять таки Один Это Бог Только Отречение Еще раз Усиленная Молитва С обязательным Упованием На кровь Христа На кровь Искупления Может Получить А иначе Посему Не можешь Устоять Перед врагами Твоими Доколе Не отдалишь От себя Заклятывая Иначе Будет Прокол Иначе Будет Поражение Иначе Не будет Никакого Жизни Проклятие Можно Заработать И передать По наследству Вспомним Вспомним Допустим Кремер Со священником Ильей Не Илья Пророк А священник Илья Сыновья Которого Делали Мерзости В глазах Бога И Господь Через пророка Пошел И обличил И он Сказал Вот такие Сознал И для чего Ты предпочитаешь Мне Сыновей Своих Утучняя Себя Начаткой Всех Приношений Народа Моего Израста То есть Они Могли Спокойно Прийти Люди Готовят К жертвоприношению Он мог Прийти Мясо Вилкой Взять Это Мне И пошел То есть Мерзость И затем Он Вынес Дому Илья Священника Приговор Я Не Отрешу У тебя Всех От Жертв Никакого Чтобы Томить Глаза Твои Учить Душу Но Все Потомство Дома Твоего Будет Умирать В средних Летах И далее Он говорит И всякий Оставшийся Из дома Твоего Придет Кланяться Ему Из-за Геры Серебра И Куска Хлеба И скажет Причисли Меня К какой-либо Левицкой Должности Чтобы Иметь Пропитание Вот Наказание Вот Проклятие Может быть Как приобретенное Так и Унаследованное Но Я хочу Возлюбно Сказать Чтобы Вы не Переплывали Сейчас Ооо Это ужас Какой-то Нет Оно Прекращается И Перестает Действовать На Человека В жизни Человека И в Его Роде Силою Крови Иисуса Христа Вы знаете Да Этот стиль Кровь Иисуса Христа С Именом Очищает Нас От Всякого Греха Аминь Но Это Требует Определенных Усилий От нас Честности Искренности Наступить На себя Молитву Отречение Покаяние Ну лучше Конечно Не доводить До этого А Вовремя Удалять От себя Все Заглядно Ну Теперь Мы пробежимся Еще По Я почему-то Останавливался Именно на этом Совете Ну вот Всяк Мы забежимся Вот Следующий Стих Не вкушай Пищи У человека Зависк И не Прельщайся Лакомствами Яскими Потому что Каковы мысли Души Его Таковы Вольны Ешь и пей Говорит он Тебе А сердце Его Не с тобой Кусок Который Ты съел Изблюешь И добрые Слова Твои Ты Потратишь Напрасно Думаю Это Добрый Совет К нему Стоит Прислушаться Потому что Есть грехи Которые Явные Видимые А есть Вроде бы На первый взгляд Такие Незаметные Даже Несерьезные Но очень Опасные Своими Последствиями И к ним Можно отнести Вот такие Зависть Зложелание Ненависть Гордость Жадность И если Господь Открыл Вам Будьте Внимательны Если Господь Открыл Вам Что тот Или иной Человек Именно Завислив Вот он Такой То следует Прислушаться Какому Совет И не Вкушать Пищу Человека Завислив Почему Я Вам Об этом Слава Потому что У нас Есть такая Тенденция Мы христиане Мы должны Любить Да Мы должны Любить Мы должны Молиться За него Но есть Совет Библии Если ты Видишь Я тебе Открыл Бог Я тебе Открыл Что он Такой Чтобы Тебе Не было Неприятности Иди Не Общайся И это Христианское Победение Далее Еще один Совет И леруя Злым людям Не желая Быть с ними Потому что О насилии Помышляет Сердце Их И о злом Говорят Устали Бывает Досадно Когда мы Видим Что Злые Лукавые Нехорошие Люди Преуспевают В жизни Больше Чем Честные И справедливые Не так же Ну просто Нас Становится Очень больно И обильно Почему так И вы знаете Об этих чувствах Знает Бог Знает Что И вот Есть такой Псалом 72 Псалом Асафа Где это Все записано Это большой Текст Я сейчас Моему Прочитаю И вот Эти нечестивые Это Псалом Асаф Пишет И вот Эти нечестивые Благоденствуют Веки Семь Умножают Богатство Так Не напрасно Ли я Очищал Сердце Мое И омывал В невинности Руки Мои И подвергал Себя Ранами Всякий День И обречениями Всякое Возже То есть Я Себя Видел Я Каялся Я Это Я себя Ругал За то За то Что Он не так Посмотрел Не так Сказал Дальше Но если бы Я сказал Буду Рассуждать Так Если бы Я думал Так То я Виновен Был Перед Родом Сынов Твои И думал Я Как бы Умел Разуметь Это Это Трудно Было В глазах Моих Доколе 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 Ты не Обратишься К Богу В этой Ситуации Ты не скажешь Господь Почему Открой Меня Дай Мир И покой Или Измени Что-то То есть Опять Это разговор С Богом Это диалог Доколе Не вошел Я Восвятилище Божие То есть Не стал Я Не рухнул На колени И Бог не открыл Не вразумел Конца Дальше Пожалуйста Так Случай Случай Периодически Они будут Постоянно Повторять Мы будем Видеть Сосед Шовша Новую Мишель Вем Согресса За 8 Миллионов Бежает Свой Новый Гараж Да 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 И что-то Там Ёкает Что-то Там Щелкает Пускай Это Не так Остро Но У всех Обязательно Что-то Будет И Не надо Обманываться Да У меня Этого Нет Нет В той Форме Может быть Как Которая Скрижется Зубами Это Есть Далее Давайте Еще Один Момент Посмотрим Еще Один Совет Не будем Между Упивающимся Мясом Между Пресвещающимся Мясом Потому что Пьяница Пресвещающаяся Обеднеет И Сонливость Отденет Врубище Аминь Еще Один Совет Объедение Пьянство И Лень Ни К чему Хорошему Не Принято Не Стоит Этим Увлекаться И Заниматься Конечно Я Вам Хочу Сказать На Собственном Опыте Трудно Держать Себя В Определенных Рамках Если Окружающие Вас Люди Не Знают Меры В Напитках И Еде Если Вы Присутствуете В таком Обществе То есть Довольно Ты не Хочешь Заниматься Так Возвлияние А Твой Супруг Этим Занимается То есть Провоцирует Тебя На Это Как Написано Не Обманивайтесь Худые Сообщества Возвращают Довольные Дравы Это Закон Почему Лучше Избегать Компании И Во всем Знать Со Много Следующий Не Учищай Входить В дом Друга Твоего Так Я Все Из Приз Взял Не Учищай Входить В дом Друг Друг Твоего Чтоб Он Не Наскучил И Не Возненавидел Тебя Очень Мудрый Сэр Очень Мудрый Который Так Некоторые И Не Догоняю Извините За Законяю Это Совет Проверенный На практике Хочешь Иметь Хорошее Взаимоотношение Со Своими Движнями Не Утруждай Его Своим Частым Посещением Не Не Надо И Дальше Здесь Также Нужна Мерка Аминь Следующий Кто Ходит Переносчиком Тот Открывает Тайм И Кто Широко Разгрывает Рот С Тем Не Сообщайся Скажите Аминь Это Истинно К сожалению Подобные Явления Встречаются В церкви У Детей В Народ Встречаются И Это Очень И Очень Печально Распространять Сплетни Это Конечно Делаем Нехорошим Да И Просто Говорить О том О чем Тебя Не Просили Сказали Ну Не Просили Поди Поди Но Это Тоже Нехорошо К тому Понимаете Как правило Передача Информации Частенько Происходит С явным Преувеличением Ну И Спорченный Телефон Или С искажением А это Уже Как Кривита И Она Порой Опаснее Лжи Опаснее Почему Потому Она Базируется На Реальных Событиях На Правде Ты Сказал Это Но Ты Передам Не Так И Зачем Ты Это Сделал Вообще Те Что Просили Об Это Так Что От Людей Любящих Поговорить И Распространяющих Скледий Надо Держаться Подальше Опять Ну Мы же Христиане Да Мы Христиане Но Бог Открыл Тебе Он Тебе Показал Что Человек Так Ну Будь Мудрым В конце Концов Ну Не Наваливай На себя Лишних Неприятностей Все Очень Просто Так Что Нужно Держаться Подальше Ну И По Возможности Конечно Останавливать И Обличать Говорить Говорить В Лицо Не Стесняться Что Ты Брата И Се Став Делаешь Ну Торогай Возь И Ничего Тут Страшного В этом Нет Нужно Быть Открытый Следующий Текст Отойди От Человека Глупого У Которого Ты Не Замечаешь Разумный Аминь Вот Такой Завет Отойди Это Актуально В тех Случаах Когда Человек Начинает Говорить Всякие Глупости Бессмыслицы Которые Тебе Явно Не подходят И Не Ладят Конечно Я хочу Сказать Такую Вещь Глупость Понятие Относительное Правда Глупость Понятие Относительное Ведь Интеллект У людей Разный Интересы Тоже Разные То Что Для Одного Глупость Допустим Для Другого Имеет Смысл Ну Например Пошлые Анекдоты Мыльные Оперы Телесериалы Кто-то Их Любит А Для Кого-то Это Глупость Берзость Люди Разные Почему Этот Совет Субъективен Понимаешь Отойди От человека Если тебе Кажется Если он Тебе Вызывает Вот эти Чувства Что он Говорит Глупость Зачем Тебе Жить Его Взглядами И отвлекаться И отвлекаться Его Глупость Не доказывать Аминь Все Еще Один Совет Сын Мой Вы Оберите Все Из Притчи Я Пошел Вниз Сын Мой Если Будут Склонять Тебя Грешники Не Солошайся С самого Началом Больше Сын Мой Не будь Соучастником Греха Не Потворствуй Ему Вы Знаете Иногда Так Получается Что Окружающие Нас Люди Даже И не Осознанно Пытаются Втянуть Нас В какую Либо Аферу Или Открыто Даже Беззаконие Например Помочь Что-то Вынести Или Что-то Продать Или Передать Кому-то Конверт Взяточкой Какой-то Помочь В любом Предступлении Если Человек Оказывает Помощь Он Становится Соучастником Ну Конечно Всех Ситуацию Просчитать Назвать Невозможно Нужно Бодрству Вам Вечно Бодрству И Избегать Сомнительные Изложения Тут же Обрубать Ну Вот я Это Вкратце Пробежался Мы Рассмотрели Некоторые Советы Которые Дают нам Писание Относительно Того Чего Следует Нам Избегать Так Да То есть Не делайте Этого Избегайте Если Если Хотим Жить Благословения То Следует Принять Их Внимание И поступать Так Это Некоторые Это Можно Притчи Читать И поступать Так Как Написано А что Нам Следует Приобретать Как Я Сказал Что Нам Следует Хранить Первое Главное Мудрость Преодотай Мудрость И Всем Умением Твоим Приобретай Разум Вы Закоцени Ее И Она Возвысит Тебя Прославит Тебя Если Ты Прилепишься К ней Возложит На голову Твой Прекрасный Венок Доставит Тебе Великолепный Венец Вот Такие Чудесные Образы Мудрости Ее Нужно Приобретать Ну Вы Знаете Наверное Уже Не Один Раз Слышали Что Есть Мудрость Человеческая Житейская Бесумская Есть Мудрость От Бога Вот О ней Священное Писание Нам И Говорит И Советует Нам Именно И Уберить Но Как Как Каким образом Есть Такой Пример Израиль Израильский Израильский Царь Соломон Вы Слышали Соломон Он считался И считается До сих пор Самым Мудрым Человеком На земле Когда Либо Живший Многие люди Искали Послушать Соломона Даже Царица Савская Как написано Совершила Большое Путешествие Только Для того Чтобы Убедиться В его Мудрости Как же Он Ее Обрел Как Началось Все С молитвы С молитвы Бог Явился Ему И Чего Ты Хочешь Даруй Же Работ Твоему Сердцу Разумно Чтобы Судить Народ Твой И Различать Что Добро И Что Сдро Ибо Кто Может Управлять Этим Многочисленным Народом Твоим И Благоугодному Господу Что Соломон Просил Это Аминь Посмотрите Мы Можем Взять Сфотографировать Эту Молитву И Принести Ее И Проговаривать Может Дай мне Сердце Разрубное Чтобы Судить Чтобы Отличать Добро Но Понимаете Да Ну Как Клише Как Трафарет Как Заклинание И Ждать О Боже Ты Мне Как Дашь Как Бург Неси Таким Богатым Это Не От Этих Слов Словно Просил Это Было В Его Сердце Это Было Истинным Его Желанием Понимаете Это Было Его Сущностью Это Было Его Состояние Он Просил Именно Этого Для Того Чтобы Управлять Его Народом Вот Все И Было Угодно Именно Своим Насыщением Своим Содержанием И Сказал Ему Бог За То Что Ты Просил Этого И Не Просил Тебе Как Мы Обычно Долго И Жизни Не Просил Богатства Не Просил Добавлю Здоровья Не Просил Душ Врагов Твоих Но Просил Разума Чтобы Уметь Судить Вот Я Сделаю Пословно Твою Вот Я Даю Тебе Сердце Мудрое И Разумное Так Что Подобного Тебе Не Было Прежде Тебя И После Тебя Не Восстанем Подобный Тебе И То Чего Ты Не Просил То Чего Ты Не Просил Я Даю Тебе И Богатство И Славу Так Что Не Будет Подобного Тебе Между Царями Во Все Дни Твои Аминь Все Зависит От Нашего Состояния Слова Словами Заглянуть В себя И Действительно Я Этого Хочу И Какая Мотивация Того Что Я Хочу Какая Цель Такую Цель Я Хочу Дости А Как Нам Теперь Услышав Это Привлезти Разум И Мудрость Что Об Это Нам Говорит Библия Я Вам Хочу Сказать Такие Слова Что Бог Дает Нам И Способы И Методы Каким Образом Это Достичь Каким Образом Это Привлезти И Прежде Всего Я Еще Раз Прошу Это Молитва Это Как Было У Соломона Так Это И У Нас Который К сожалению Брат В пятницу Говорил На Молитвенном Собрании Слова Анатолия Прекрасный Диакон Чудесный Слово Я Повторяю Его Слова Которой Молитв К сожалению Многие Пренебрегают Сам Господь Сказал Что Должно Всегда Молиться Всегда Молиться И С уверенностью Без уныния Или же Непрестанно Молитесь Там Всегда Тут Непрестанно За все Более Небо Такова Воля Божия Это Воля Божия Чтобы Вы Молились Это Он Хочет Я Хочу Остановиться В этом Разделе На Общих Молитвах Их описано В Библии Огромное Количество Их Намного Больше Нежели Молитв Тайных Один на Один И где-то В углу Подушка И тому подобное Но Заметь Почему Сейчас Превозносится Тайная Личная Молитва Она Нужна Никто Не Да Я Молитва Почему Ставится На Доручение Шерловского Я В ужасе Когда Я Слушал Его Эти Маразмы Я Иначе Это Не Назову В шкафу Молился Видел Отца Ну Простите Ну Бред И Вот Я Буду Откровен Понимаете Это Это Трюк Это Я Был Уловка Дабы Скрыть Скудость Своих Личных Отношений С Богом А то И полное Их Отсутствие Я Встречал Таких Людей Столько Пузырей Столько Пены Это Дую Дую Знаете Такие Высокопарные Слова Такие Отношения С Богом На самом Деле Ничего Там Нет Пустота Одни Пузыри И Это Чувствуется Потому что Ты видишь Этого человека Как его жизнь Она не меняется Устремления Те же Только Высокопарная Фраза И Вы знаете Еще То что Люди Называют Молитвой Зачастую Вовсе Не Молитвой А Перечислении Нужд Проблем С просьбами С просьбами Их Устранения Все А то И даже И с предложениями Как Эти Проблемы Устранить Как На личные Отношения С личностью С Богом На отношения Любви И дружбы Там И намек Они Не похожи Вы понимаете В личной Я бы сказал Неконтролируемой Никем Молитве Это было И со мной Почему Я это знаю Я вам говорю Конкретно Я не Ну как Вот В такой Неконтролируемой Никем Молитве Можно вздремнуть Можно Побывать На Канарах Или на Гаити По нескольку раз Можно Будь Побывать В магазине Совершать Какие то Покупки На будущее Или же Там План На целый день Продумать Да я знаю Это и со мной Было Такое И бывает Когда я Уставший Я могу Начать молиться Я смотрю А я уже С кем Разговариваю Многодизму Да Поймите Это Это мой Опыт Это опыт Всех Я еще раз Покажу Это опыт Всех И обманывать Высокодуховно Не надо А в общественной Когда ты Пред людьми Тебя слушают Ты сосредоточен Ты думаешь Что и как Сказать Когда Хочешь Донести Свою мысль Людям И Богу Я скажу Польше Тот Тот Кто имеет Личные Молитвы И Общение С Богом Отношения Не будет Иметь Проблем Вот как Сказала Эта стадия Мысл Прозвучала У Дмитрия Не будет Иметь Проблем И Неудобств И в общественных Молитвах Не будет Иметь У кого Есть Личные Отношения Тайной Наоборот Он будет Ощущать Их Реальную Пользу Общественных Молитвах И Благословения Которые Получать От них Только В совместной Молитве С детьми Божьими Подобными Теперь Можно Научиться Вот как Написал Павел Молиться Духом Только В такой Молитве Только В совместной Молитве С детьми Это Называется Научиться Слышать И Отличать Голос Духа Святого От Голоса Твоего Плотского Разума Это Практика Это Даже Борьба Это Опыт Вычленения Вы знаете Из Вороха Твоих Чувств Эмоций Представлений Извлекать Тихий Голос Духа А этому Нельзя Научиться В расслабленной Молитве Сами Сами Где ты Идешь На уступки Сибири Где ты Можешь Подремать Но если Конечно Не происходит Какой-то Экстренной Такой Ситуации Которая Потрясает Тебя И Мобилизует Тебя Что ты Не можешь Воза Иначе Ты начинаешь Искренне Молиться Именно Созредоточить И вот я Знаю Кто часто Молится В собрании Тот Подтвердит Что часто Бывает так Что произносишь Совсем Не то Что собирался К Совсем Не то Вот это И есть Водительство Это Ничто Иное Как Водительство Духа Если Вы Хотите Его Ощущать Лучше И Быть Послушным Духом Практикуйте Общество Вдвоем Втроем Семейно Группой Общецерковной Практикуйте Ее еще Называют Апостол Яков В своем Послании Ее называют Усиленной Молитвой Праведы Почему? Что это за Усиленная Молитва Потому что Первое Вы В бодрствующем Активном Состоянии Молитва Праведных Второе Господь Иисус По верному Своему Обещанию Среди Молитва Он Сказал Где Двое Или Трое Он Сказал Один Двое Или Трое Собранные Во имя Мое Там Я Посреди Вас Это Собрание И Еще Вот Послание Евреям Чтобы Вам Было Понятно Возвечу Имя Твое Брата Мое Посреди Церкви Господи Воспевать Это Не обязательно Петь Ира Воспевать Можно Молитвой И Нужно Молитвой Буду Петь Духом Буду Петь Игумом Общая Молитва Церкви Эффективнее Мощнее Любой Индивидуальной Молитвой Потому что Она Поддерживается Еще Знаете Чего Братско Сестринским Мощным Аминь Так Так или нет Аминь Она Поддерживается Аминь Все слушают И Каждый Прилагает К этому Сердце И Дух Подхватывает И Напреди Стал Каждый Говорит Вот Смотри Все Просят И Последний Аргумент Дом Мой Все Дом Молитвий Налечен Основной Вид Церковной Молитвии Какой Это Так Вот Вся Церковь Молитвия Общественная И Еще Скажу Неумеющий Как равно И Нежелающий Молиться Со всеми Скорее Всего Человек Не Возрожденный И Находится В погибающем Составе Еще Раз Неумеющий Как равно И Нежелающий Либо Он Младенец Плотской Младенец И У него Еще Есть Надежда Но Если Он Будет Ревновать И Просить Бога Отдали Молитву И Этим Он Градит Себя От Многих Бед От Неприятности И Как Ободрение Подкисли Скажу Чтобы Научиться Молиться Такое Расхожее Всем вам Известное Говорождение Чтобы Научиться Молиться Нужно Больше Молиться Очень Просто Чтобы Научиться Молиться Нужно Больше Молиться Дети Начинают Слово Папа Мама Ей Дать С одного А потом Сложное Подчиненное Предложение Папа Я Пошел Гулять Не Жди Меня И Так Далее Это Потом Так Что И Аппетит Приходит Во Время Еды Тот Аппетит Приходит Во Время Еды Многие Потому И Не Молятся Что Считают Молитвой Пустой Тратой Времени Они Просто Никогда Не Ощущали Силы Радости Удовлетворения Нудоосыщения Которые Приносят Общение С Творцом Всего Не Ощущали Но Они Не Ощутили Если Что Не Нравится Я Не Знаю Я Не Буду Это Делать Ну Давайте Обобщим Все Выше Сказано Значит Мудрый Тот Кто Познал Господа И Кто Живет По Его Западу Аминь Да Подтвердим Начало Мудрости Странкости Разум Верный У всех Исполняющих Заповеди Его Хвала Ему Пребудет Аминь И Это же Шторит Эггезиаст Мудрый Эггезиаст Выслушаем Сущность Всего Бойся Бога И заповеди Его Собода Бойся Потому Что В этом Все Для Человек Аминь Все Очень Просто Остальное Все Приложится Ищите Бога Лица Своего И это Все Приложится И Безусловно Существует Нечто Что Нам Всем Следует Особенно Беречь Хранить Больше Всего Хранить Сердце Потому Что Из Него Хранить Сердце Сердце Это Наш Внутренний Духовный Человек Именно Оно Руководит Наш 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 И Поступками И Делами И Если В Нем Гнездится Злость И Зависть То Поступки Будут Соответствующие И тут Не обманившись Вот Апостол Яков Пишет Но Если В Вашем Сердце Вы имеете Гулькую Зависть И свадьли То Не хвалитесь И не лгите На истину Не обвиняйте Бога Что Того Это Не Есть Мудрость Нисходящая Смышля Но земная Душевная Бесобственность Ибо Где Зависть И Свалилась Там И Устройство И Все Аминь Куда Если Вы Видите Отдайте 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 Скажите Господи Есть Во мне Не надо Скрывать Не надо Накрывать Попомни Говорить Ой Я Добрый Ой Я Хороший И Мне Ничего Нет Отдайте Открывай Открывай А вот Если В сердце Вашем Будет Божий Любит Это Будет Гарантией Это Будет Гарантией Добрых Отношений Как С Господом Как Друг Так И Благословение И Мир И Радость Не Заставят Себя Долго Ждать Любите Друг Друг Снисходите Друг От Друг Прощайте Взаимно Как И Христос Просил Вас И Последний Текст Носите Времена Друг Друг И Таким Образом И Сполните Закон Христов Аминь Так что Будьте Благословенны Совет Божий И Любовь Господа Нашего Да Пребудет С вами Всегда В Веки И День Аминь Давайте Попробуем